В глубокой теснине Дарьяла, где роется терек во мгле, Старинная башня стояла чернее на черной скале. В той башне, высокой и тесной, царица Тамара жила. От скуки все время зевала, и что-то жевала она. Михаил Юрьевич Лерматов. Доброе утро, друзья. СМАК на Первом канале у нас сегодня в гостях. Ах, боже мой, ах, боже мой, посмотрите, какие цветы и какие женщины сегодня в СМАКе. Доброе утро. Ксения Громова сегодня с нами. Здравствуйте. Доброе утро. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Скажите, вы первый человек, который приходит на наше шоу не с пустыми руками. Уходит. Первый? Да, у нас очень многие уходят, забирают с собой вещи, многие забирают, многие женятся на оператора. Тогда я хочу сказать вот что. Все очень ждут весны, прихода ее, и я решила подарить это вашей программе, и чтобы зрителям было весело. Спасибо вам огромное. А позвольте мне это поставить туда, где этому место. К Льву Николаевичу. К Льву Николаевичу. Человек, который долгие годы изучал этот вопрос со своими крестьянами. Вот, Лев Николаевич, это вам. С праздником. Лев Николаевич не отреагировал, потому что Льва Николаевича уже нет в живых долгие годы. А там у вас, по-моему, Чехов был на месте Макаревича. Вы знаете, нет. Нет? Да я помню, Чехов и портрет. Чехов был. Смотрите, вот у нас Эйнштейн, Лев Толстой и Андрей Макаревич. И язык. И говяжий язык. Правильно. Вот так вот. Раз. И от говяжьего языка до Эйнштейна. Так называется наше шоу. А, Ксения, что мы сегодня будем с вами готовить, потому что мы счастливы, что вы... Так, это два рецепта. Первый называется... Ну, это салат. Простой салат, тёплый, который в моде сейчас нынче. Сейчас модно тёплые салаты есть. Да, тёплые салаты. Это мне сказала моя приятельница. Она говорит, ну что ты, Ксения, нынче в моде, тёплые салаты. Что ты, Ксения, предлагаешь, огурцы и помидоры порезать? Давайте тёплый салат. Тёплый салат с чем? Тёплый салат. А я его назвала, я ещё название придумала. Пожалуйста. Я его назвала телькель. Есть такое французское выражение. Телькель. Телькель, да. Такой, какой есть. И второе. Второе блюдо, пожалуйста, пожалуйста. Второе блюдо. Мы... Там было несколько вариантов. Выбрали горячие язычки. Горячие язычки, говяжьи. Да. Ой, как вкусно, как это вкусно. Я очень люблю. Вы любите язык? Смотря... Чей какой. Ой, Господи, Иван. Поступали бы вы сейчас в театральный институт и прошли бы первый тур после такого-то вопроса. Давайте мы прямо сейчас перейдём к приготовлению. С чего начнём? У нас... С чего нужно начать? Так. Язык уже готовый, отварной. Позвольте мне представить вам. Значит, язык – это единственное блюдо, на мой взгляд, которое... Ага. Это вот в этом смысле. Да, друзья. Помните танец Чарли Чаплина с бурочками? А у нас вот такой... Веселый кан-кан, назовем так Подожди, ну, отварить все знают как, да? Да, язык сколько варить нужно? Два-три, в зависимости от размера языка Два-три часа варится язык Самое главное, чтобы он был мягкий И потом не ждать, когда остынет под холодную воду Вот, чтобы содрать с него Чулком Чулком Надо нарезать толщиной в палец Можно нарезать? Ну да, я знаю, у вас здесь Так, все Я знаю, у вас здесь, вы говорите, знаете Как крестьянин во время коллективизации Ну, спасибо Так, вам Неправда, у меня был кирпичный завод Не лично у меня, а у нас Вы знаете историю вашей семьи? Да Серьезно? Нет, а сколько поколений? До прадеда До прадеда, ну скажите, кем был прадед? Прадед? Промышленником, наверное? Он бедный, он превратился в ходока потом В ходока? Когда все отобрали Подождите, на той знаменитой картине Да, ему пришлось На той знаменитой картине Второй, справа Ему пришлось идти в Донбасс В Донбасс Ну хорошо, но до этого у него был кирпичный завод Кирпичный завод И трое детей Трое детей Зажиточный, многодетный человек И дети Это целая трагедия Друзья, а вот я, к сожалению Я вот даже не знаю, кто был мой прадед А вы просто хитрый Более того, он даже был жив Я к нему подходил Я говорю, я не знаю, да и знать не хочу Вы не рассказываете Дело в том, что мой прадед был Он же из другой страны Его звали Арвидас Ургантас Он был разведчик Вот вы сейчас шутите? Нет, он был разведчик Он был разведчик в Латвии Литовский разведчик А из вас тоже был разведчик? И единственная его ошибка была в том, что он не поменял фамилию И он был Ургантас А ведь в Латвии-то Ургант И поэтому его, я бы так сказал, его поймали И букву С ему оторвали Иван, это вы сейчас тоже разведчик Что-то разведываете Послушайте Это надо резать Мы берем все, да? Ну, можно Давайте, показываем Не, ну мы все сделаем Я не знаю, просто Но для начала надо как-то его облагородить Вот это, наверное, надо убрать Убрать Смотрите Ох, какой Так, нужно палец толщиной У нас с вами разные пальцы, но Ну, хорошо Ну, вот так, смотрите Нет, побольше Побольше? Да Вот так А иначе есть нечего будет Да, вот так Вот такими, хорошо Нарезаем Большой он какой-то, да? Большой язык? Ну, да Ну, конечно Расскажите, пожалуйста Уважаемые Все, это тоже нам надо Нормально Пойдет? Нормально Не торгуемся Так, расскажите, пожалуйста, вообще А откуда этот рецепт, уважаемая Ксения? Откуда вы его взяли? Откуда? Лучше не спрашивайте Спрашивают Наши телезрительницы Из голландского паба Из голландского паба? Серьезно? Серьезно Значит, ну как-то надо это выложить, наверное Подождите, выкладывать Надо выложить язык Надо взять дижонскую горчицу Дижонскую горчицу Вот, разница Это зернистая, видишь? Зернистая А это дижонская А это дижонская Вот так Зерен нет Я объясню, разницу между дижонской зерницей Можно я объясню? Значит, дижонская горчица делается в регионе вокруг города Дижон А зернистая горчица делается в регионе, которая называется зерно Слушайте, я так и знала уже заранее Вот, наверное, все вам говорили Ой, пойдешь этот смак, там будете ржать Вот как нам сейчас, подождите, Иван Серьезная программа Давайте Как нам сейчас разделиться, и кто-то делает язык, а кто-то салат Вот вы говорите сейчас, как Доронина и Ефремов во Мхате Знаете, вот давайте разделимся, и кто-то будет делать язык, а кто-то салат И вот два Мхата, Горького и Чехова А у нас все одно У меня Чехова, Чур У меня Чур, Чехова, да? А мне что? Горького Максимыча Значит, давайте Как, а? Я думаю, что лучше нам давать салат, как скажете Я готов выполнять ваше поручение, Ксения Надо так, я беру горчиц Что нужно, чтобы зрители понимали немножко, в чем рецепт Мы будем, наверное, разогреть, наверное, плиту Да Сейчас будем, мы нагреваем Просто я хочу понять вот что Если мы их потом будем есть горячими, то нам лучше к ним прийти к последний момент Вот я про что говорю Молодец, это ты подумал Так, тогда Давай салат Подожди Но для этого надо в дижонской горчице И пускай они себе лежат Попитаются немножко Попитаются Которые горчицы привык обваливать Как говорит мой старинный друг До всего дошел своим умом А я добавила Своими руками Своими руками дошел до всего Так, вот так прям густо Или можно? Да, да, не жалея Причем солить, перчить не надо Все в дижоне уже учли Ксения, расскажите, пожалуйста Вы вообще У вас огромный послужной список ролей всяких А вы посмотрели Матушка моя Вы думаете, я не готовлюсь к программе? Какой вы молодец Посмотрите, вот так я делаю Так, нам нужен салат Я вот отойду на две минуты Отойдите, пожалуйста, на две минуты Друзья, пока Ксения отошла на две минуты Я вам хочу рассказать про Ксению несколько слов Ксения давным-давно зарекомендовала себя Как одна из ведущих, потрясающих, тонких Актрис отечественного кино, телевидения и радио Сыграла с 98-го года в российских фильмах Более 20 ролей, заглавных ролей Закончила в 97-м году курс авангарда Леонтьева В Амхате с педагогом Игорем Золотовицким Вот понимаете, у нас просто Вы знаете, что мне понравилось Я однажды прочитал книгу Про академика Ландау Так вот, друзья И Ксения, я вам хочу сказать Сыграла Блестяще сыграла Самого академика Ландау Но на пробах выяснилось, что Все-таки Все-таки Данил Спиваковский Играет не то, что лучше Чуть по-другому Потому что он играл в брюках А Ксения в платье И поскольку посмотрели фотографии Академик Ландау чаще носил брюки Решили, что Данил сыграет академика А Ксения сыграет его жену Вот, Ксения, видите, я про вас все рассказал Видите, все И параллельно Кунай язык гордится И у всех сразу как-то так сопоставили И все сейчас все сапазались Сказали А-а-а Это та блондинка Да, лень, подождите Да, кстати, вот расскажите Как вам Вот вы готовы идти на такие жертвы Когда актрисы Я просто Для меня это дикая загадка Так Вот когда, знаете, когда люди, например, берут И просто полностью меняют образ Так в этом Ради роли Ради роли Ради роли Ну как вы интерес Это вам интерес А как вот взять вот так вот волосы В один цвет, потом в другой цвет Потом в третий, в четвертый цвет Нет, третьего, четвертого не было Как и второго Вы говорите, как на объяснительной записке А как иначе Третьего, четвертого ничего не было Мы с пятнадцатого начали Так Ну как, ну да А я вообще рисковываю Вы готовы на это пойти? Ну ладно, проехали Дальше Я забыла, что я подготовил Возвращайтесь Я сейчас вернусь Друзья, у нас короткая пауза рекламная Во время которой мы смажем язык горчицей А вы посмотрите рекламу Вернетесь И узнаете, что бульон В переводе с французского Означает Господа, нельзя ли почистить подслистый масло? Вот что хотите, то и думайте Среднего роста Среднего роста Плечистый и крепкий Ходит он в белой футболке И кепке Знак готов На груди у него Ест беляши И не пьет ничего Суммел Маршак Зашитый Дорогие друзья Смак на первом канале У нас в гостях сегодня Ксения Громова Ксения Спасибо Видите? А стихи ведь вы читали А стихи ведь я читал А аплодирует вам Вот так всегда Вот так всегда Скажите, Ксения Значит, у нас теплый салат Что для теплого салата нам нужно? Ну, сам салат непосредственно Сам салат А давайте мы, значит Давайте мы возьмем вот такую штуку для салата Она будет лучше В ней удобнее смешивать А, да, и красивая Смотрите, какая красивая Да Производитель утверждает, что он мыт Не будем Производитель утверждает, что он мыт Так, это салат Убираем Так, вот он, хороший Ну, мы не будем мудрить Он простой очень Он очень простой В принципе, салат готов Такой, какой есть Знаете, я вам хочу сказать Что вот очень важно Чтобы салат задышал Вот так Пожалуйста А вы Я вот хотела спросить Ксения, пожалуйста Любые вопросы мы отвечаем Вы задаете вопрос Помидоры можно наполовину Ксения, вы очень опасно режете помидоры Можно я вам скажу? Почему? Можно я вам покажу, почему? Потому что вы, моя дорогая Попки не убираем Попки не убираем Это не попки Тут я скажу, да? Тут я скажу так Вам виднее, во-первых Во-вторых, я могу сказать Вот смотрите, вы держите вот так Так, и что? Вот, видите? Да А я-то предлагаю вот так Чтобы Да вы предлагаете вообще Самого порезать Берите Так вот, я хотела спросить Режьте баклажан Потому что нам уже нужно его обжаривать Да Я хотела спросить Вот у актеров как? У них Они там считают спектакли, да? Сколько Сколько спектаклей? Ну, некоторые актеры считают Деньги Некоторые актеры считают Джон А вот вы считали передачи У нас какая по счету передачи? У нас сегодня Это у нас четко подсчитано Да, правда вы считаете? Да, у нас Наш оператор Слава Делает зарубки А, тютелька в тютельку Тютелька в тютельку Это тоже Да, он делает Он делает зарубки На автомобиле Нашего другого оператора И что? Какая зарубка? Вот сегодня 312 программа 312 Это хорошее число А чем она хорошая? Ну, 3, 1, 2 Знаете, кто Макаревич провел программу? Сколько? 6 миллионов А вы отмечаете программу? Он отмечает Он с первой Как начал отмечать А был большой перерыв Между 5-ти миллионной и Так, продолжим Обращаю внимание Телезрители Баклажаны Обратите, пожалуйста, внимание Сначала режем кружками Вот А затем, когда обжариваем Но это на вкус Можно на половинке Порезать Могу ли разогреть сковородочку Дабы Да, уже начинать Причем можно обе Ты будешь баклажанами заниматься А я языками Можем и так У нас есть еще одна сковородка Гриль Мы вообще сейчас все сковородки, которые есть Мы их себе поставим Все зажжем А что вы ничего не спрашиваете А вот я, знаете, оттягиваю удовольствие Потому что мы, ваши коллеги, уже были у нас Чтобы с оттяжечкой, да? Приходила Алиса Хазанова, Анна Слю Я тем временем солю Чуть-чуть Я тем временем солю Я солю Я вообще против солений всяких Да Скажите Чем дальше, тем меньше Скажите Ну вот вы учились на курсе у Игоря Золотовицкого А Ангар Николаевич Леонтьевой А педагог был актерского мастерства Игорь Яковлевич Игорь Яковлевич Один из Скажите А вот как вы относитесь к тому, что вы с вашим мастером встретились на съемочной площадке фильма Все, надо Положительно, очень Он такой Он играл в постельных сценах Я ему позвонила и сказала, говорю, вы смелая круть Игорь Яковлевич, вы смелая круть Он очень переживал Нет, это все переживает Я однажды тоже играл в постельной сцене Но он крутой Так сыграть, кто бы еще так сыграл Кто бы так сыграл Скажите Так, слушай, я начинаю язык выкладывать Очень горячая должна быть сковорода Она очень горячая Ваня, иначе не получится Ну, матушка моя, ну как? Ну, она, это просто кипяток, а не сковорода Паденько кладите Все, кладу Все, пошел дым Смотрите Итак Так, буквально там три минуты, а то и меньше Надо смотреть Что такое голландцы не вы... Это голландцы вы думаете? Ой, как Ой, как Ой, как голландцы Много, много Смотрите как, тихо, тихо, тихо Так Смотри, как патрожанами, Вань Сеня, что делать? Что делать? Руки... Слушай, по-моему, мы сейчас сгорим Сеня, я поехал Тихо, тихо, тихо Не паниковать Все идет по плану Я вернулся, подождите Стойте, стойте, стойте Стойте, стойте, стойте Моя огнетушитель несет Тихо, спокойно, спокойно, мама О, как надо, как надо Спокойно, спокойно Профессионалы здесь А вот если будет сковорода иная, не гриль Ничего не получится Без паники Ну что? Оп Оп Все Удивительное дело Запахло жареными сосисками По запаху Что ты? А когда будешь пробовать, вообще Да? Обалдеешь В том плане, что... В том плане, что обалдеешь Надо аккуратно Все Это блюдо не мое Это делал Иван Ург Что такого-то? Ну, потому что надо было на то же место Они вот... Это не блины Это не блины? Нормально, блины Вот это, прощи Все, нормально, жарится Мы же... Оно? О, отлично Куда мы это? Выкладываем тарелку уже? Полосочками, да Надо приготовить тарелку Что, прям берем и так выкладываем? Нет, погоди, погоди Будет дожарить Ну? А где вторая прихватка такая же? Нету такой Я хочу такую уже Пожалуйста Пожалуйста А что с этими-то дураками? Их переворачивать надо Уже? У тебя хорошо получается, да Ну что ты? Да, действительно С сосисками Запахло с жареными сосисками Но я же знаю Я... А может это сосиски были? Я на жареных сосисках сидел Можно выкладывать? Да, вот это надо все убирать Это пусть пока стоит А вот это? Это пусть пока стоит А вот это тоже надо выкладывать Это пусть стоит Вот ты сидишь Происходит что-то на экране Так, все И чувствуешь запах Например, там жарят, парят Вот нашим бы зрителям тоже, да Было бы вкусно Так, так, так А еще я подумала Вот смотри Ты получаешься актер, да Актер вашей передачи Незаменимый А остальные все приходят И меняются Причем неплохой состав Так Можно было спектакль, да Такой сделать Я бы хотел уточнить вот что А дальше тишина Ты один, а остальные все В сериале Краткий курс счастливой жизни Да Который все мы смотрим Да Вот Лера же Да Валерия Гай Германика Да Она же запретила играть вам все Валерия Александровна Вы ее называли Валерия Александровна? Не, ну всяко было А как вы так называете На съемочной площадке? Ну не то, что прям называете А по случаю Валерия Александровна Валерия Александровна Валерия Александровна Вы не могли бы передать Пластиковый стаканчик? Ну нет Ну нет Нет А как правильно ли что? Требовательный? Валерия очень Внимательный режиссер Очень Очень чуткий Чуткий, да? Чуткий Она каким-то Ну я не знаю Наверное она и умна И от природы Наделена талантом Она же запретила вам Актерам играть в традиционной манере Да не было такого Я вам запрещаю Она просто подходила Говорила Это все фигня Знаете что? Давайте Мы вот перед тем Как смешаем компоненты В теплом салате У нас готовы Смотри, вот эти вот самые большие Не дожарили Теплые языки Из голландского паба Орехи и пармезан Ну это если хочешь Отвечу на этот вопрос позже Сейчас, Ксения, у нас У нас короткая пауза После которой мы вернемся И вы узнаете, что бульон В переводе с французского означает Господа Прошу потише Андрей Вадимович погружается В столицах шум Кипят витии Кипит словесная война А там, во глубине России Едят борщи из чугуна Николай Некрасов Лидия У нас в гостях сегодня Ксения Громова И мы с Ксением готовим Теплый салат И горячие язычки Горячие язычки Не злые Не злые Горячие язычки Друзья, теплый салат Мы взяли микс салата Добавляем прямо туда Помидоры черри Раз Добавили И они там И они там Перемешали легко Хоп-хоп-хоп Так, что еще добавляем туда? Все, теперь Прямо сразу Нет Да Заправку Дижонская горчица Два к одному с оливковым маслом Два к одному с оливковым маслом Дижонская горчица Берем Раз Дижонская, простите Ой, нет, я перепутала Зеркутская Раз Теперь берем Дижонская для языков Сюда наливаем Два к одному Еще вторую ложку Хватит много Два Две ложки горчицы Одну ложку масла Да, да, да Матушка моя Я-то думал наоборот Да что ж вы, батенька Эх, все Будет очень много соуса Но мы его ведь использовать не будем Так Только все не надо Вот действительно Все не надо Вообще я всегда на глаз делаю Вы делайте на глаз Хорошо Как скажете Правильно Вот такая хорошая сейчас пауза Такая пауза И Скажите Поварская Скажите, поварская это улица, а не пауза Скажите, пожалуйста, уважаемая Ксения Скажите, а вот вы на площадке Вот я Я знаю, что на площадке кормят всегда плохо Всегда невкусно Вот что вы, ну вы же красивая молодая актриса Вот вы снимаете в этом кино Вот вам же, ну вы же не будете есть этот кинокорм А нас любили Мы даже заказывали Заказывали? А что вы заказывали? Тоже минимально там, кто чего любит Девчонки, они вообще вегетарианки Девчонки полусладкие Многие Нет, вегетарианки Нет, ну сладкое Кто у вас вегетарианки? Полгруппы Полгруппы девчонок вегетарианки? Да Мало того, сыроедением там они потом Подождите, а из актрисы что, вы хотите сказать, Света Ходченко вегетарианка? Света и сыроежка? Анна Слю, вегетарианка и сыроежка? Сыроежка Слушайте, у нас Анна Слю была в смаке В конце, в конце проекта Простите, пожалуйста, у нас Анна Слю Ну, времена меняются Подождите, она была в смаке Мы здесь делали из говядины, ежей Для людей И Анна Слю ела так, что даже со спины было видно, что она ест И это вы не говорите, что она А тогда такой был период у нее У нее такое вперед сыроедение, да? Да, сейчас ей нужны белки сейчас ей нужны Ей сейчас нужны белки Все, хорошо Ну, видимо, ну, как-то так Ну, все, как-то жизнь идет Вот Все, можем добавлять? Да Там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там Да, вот как-то так красиво Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. И вот это все так, подождите, перемешиваем. Да. Перемешиваем. По вкусу можно добавить орехи грецкие и пармезан. Но это уже так вот сверху, что называется, присыпать. Грецкие орехи, пармезан. Да. Так, так, так. Теперь. Давайте. Теперь. Давайте. Баклажа. И снова перемешиваем. Да. А! О! Так что, все готово, что ли? Да. Матушка моя. Да. А мы про сериал-то еще не поговорили. Ну, давай тогда резать орехи и пармезан тереть. Резать орехи и тереть пармезан? Ну, а что? Ну, да. Ну, сейчас я возьму. Еще бутылку вина открыть. Погоди, еще я прочитать должна. Значит, вот в следующей программе мы это сделаем. Синя, с бутылкой вина тоже я прочитать должна. Знаю, вам не нальешь, вы не прочитайте. Не надо. У нас просто, смотрите. Давайте я вот, смотрите, что сделаю. Ух ты. Вот это да. И вот это у нас с ручкой такой вот, да? Вы можете уже все это стараться открывать и смело запускать. Запускать и открывать. Ксения, вы единственный человек, который к нам пришли сегодня, не только с цветком, но и с творческим каким-то кредо, и с творческим каким-то наполнением. Вот прочитайте, пожалуйста, что-нибудь, Ксения, нам, вашим поклонникам... Да подожди, ну что это, надо было так вообще... Как будто бы спонтанно? Ну да, конечно, начнем заново. Ксения, слушайте, а не прочитать ли вам что-нибудь? Нет, ну как бы, трите, трите, трите. Кстати, вот... Вы говорите мне, как тайский массажист. Я, знаете, а я натру, не волнуйтесь, знаете. Так, ну-ну-ну. Да, а вот и какое-то дерево, облаком целым сновиденный, на нас устремленный обвал. Как цветная капуста под соусом белым. Улыбнувшись приятно, мой спутник сказал, Этим словом куда громовее, чем громом пораженная. Прямо сраженная в грудь с мародером, с вором. Но не дай с гастрономом, боже, дело иметь, боже, все не уснуть. Мародер отберет, унося по карманам кольца, цепи и крестца, дышавшие груди. Зубочисткой кончаются наши романы с гастрономами. Помни, в руки не иди. Ты, который так царственно мог бы любимым быть, бесцветно-зеленым, подобным клющу, неким цветно-капустным, пойдешь анонимом по устам. За цветущее дерево мщу. Рецепт от Марины Ивановны Цветовой. Не совсем в формате вашей передачи, Анна. Это вообще в формате нашей передачи. Да? У нас же литературный кулинарный альманат. Отлично. Мы же начинали вообще без продуктов. А то все не формат, не формат. Это просто полчаса читали Цветаеву каждый раз. И в какой-то момент так захотелось жрать, что стали готовить. Так я пропустила. Друзья, давайте сделаем короткую, небольшую сейчас. Что-то не в кассу со своим стихотворением, да? Очень хорошо. Да. Очень хорошо. Потому что есть люди с утра, которые хотят послушать Цветаеву, пока дети бегут в магазин. А она стоит того. Ее нужно. Марино, конечно. Цветаеву. Вы любите больше всего Цветаеву? Чем Ахматова, да? У вас любимый поэт кто? Цветаева или Ахматова? Цветаева. А у меня Белла Ахмадулина. Тоже хорошо. Почему я Белла Ахмадулина так сказал? Огния бортова. Итак, рецепт тех блюд, которые сегодня готовила Ксения Громова. Позвольте, я Ксению его зачитаю, а вы меня поправите, если что. Значит, рецепт теплого салата. Вы берете салатный микс, добавляете туда порезанные помидоры черри, добавляете туда обжаренные баклажаны, заправляете все это горчицей вместе с оливковым маслом, трете пармезан, можно добавить даже орех. Да? Можно добавить орех. Все правильно. А теперь рецепт знаменитых язычков по-голландски, между прочим. Вы варите говяжий язык, после того, как вы сварили язык, вы его режете на кусочки толщиной с палец, покунаете это в горчицу и обжариваете на раскаленной сковородке гриль, для того, чтобы горчица схватилась. Какую горчицу уточнить? Горчица должна быть обязательно дижонская. Да. И с этим вы идете в паб. А в пабе вас ждет Хельга. И ее отец. Ланнстромсен. Здравствуйте. Прокопитесь. Вот видите. Ну что же, а давайте мы сделаем вот что, дорогая Ксения. Вот у нас все готово. Вот вам ножик, вот вам вилочка. И вот я хочу вам сейчас положить салатику. Давайте-ка тарелочку, которую вы сами, мы по вашему рецепту и приготовили. Смотрите, какой салатик. Оп. Красиво. Ну чудесно. Смотрите. А я вот так вот возьму. Теплый, теплый салат. Ну теплый. Салатик теплый. А это можно прямо даже взять вот прямо. Хоп. Хоп. Спасибо. Хоп. Хоп. Давайте пробовать, друзья. Немедленно аплодируйте нам, пока мы с Ксении обязательно пробуем. Значит, я думаю, что голландские вот эти язычки, они хороши к пиву. Ты знаешь, легкое блюдо. Вот если это все съесть, будет такое легкое ощущение. Насыщенности и в то же время легкости. Но. Ну, смотри, какой салат. Это же витамины. Даже салат теплым еще. Угу. Оказался. Ну как. Так, по-моему, горчица дежинская сколько нужно. Да. Угу. Орехи можно в прикуску. Угу. А можно не есть. Да хорошо, по-моему, да? Вкусно, вкусно. Что, никто не хлопает? Знаешь, что, Ксения? Угу. Сейчас мы доедим с вами. Да. У нас с вами, вы знаете, да, что когда к нам приходит гость, он не уходит, поскольку программа заканчивается. А что, дарим что-то? Потому что мы... Нет. Потому что мы съемку заканчиваем. Так. Но здесь вы обязаны по контакту провести весь день сегодняшний. Сейчас приедет наш продюсер, и у нас все, кто актеры приходят, они ему играют небольшие сценки. Я согласна. А вы будете до конца? Я не буду, к сожалению, потому что... А тогда я не буду. Я буду мыть его машину в этот момент. У нас для вас несколько подарков. У нас есть от нашего спонсора корзина цейлонского ароматного чая «Акбар». Неиссякаемый источник бодрости и энергии, хорошего настроения. Это же действительно неиссякаемый источник. Сколько пить-то надо. Спасибо большое. Сколько надо пить? Ничего. Вам ли артистам? Не знать. Ну и, наконец, от нашего спонсора высококачественная бытовая химия «Топхаус» для бережного ухода за бытовой техникой. Выбирайте технику, а техника выбирает «Топхаус». Вот это для вас. Забирайте. Спасибо огромное. Друзья, у нас сегодня в гостях была «Все» и я грома вас. Спасибо огромное, Ксения. Сейчас я вернусь к вам. Будем, будем, будем есть. Спасибо вам. И доедим, доедим. И бытовой химией замоем. А сейчас, друзья, у нас пауза. Ну так, ненадолго. На недельку. После чего мы вернемся в литературно-кулинарный альманах «Смак». И вы узнаете, почему Николай Некрасов в бороде хранил капусту. Иногда.